И нас всех поздравляют с этим историческим событием. С сегодняшнего дня первый в мире и Арктике имеет все документы, подтверждающие. Выше статуса уже быть не может. Отныне атомный ледокол Ленин официально охраняется государством. Завершена многолетняя работа и теперь содержать и ремонтировать легенду станет значительно проще. Юрий Гагарин, Фидель Кастро, король Норвегии, практически все члены Политбюро и множество других знаменитостей. Все они бывали на Ленине, а многие даже не раз. Для 60-х годов прошлого века рабочее судно было не просто комфортным, шикарным. Интерьеры, отделанные кедром и карельским орехом, до сих пор могут удивить любого. Верится с трудом, но в первые годы работы атомного ледокола Ленин вот в этой небольшой столовой площадью чуть более 100 квадратных метров умудрялись кормить людей аж по 12 смен в день. И при этом в этой же столовой каким-то образом удавалось показывать кино. Вот даже экран остался. Часть помещений сейчас закрыта для туристов, однако для нашей съемочной группы сделали исключение и показали музей в музее. Его создавали сами моряки 40 лет назад. То, что создано людьми, так сказать, от души, может быть, стандартам оно не отвечает каким-то музейного дела, но оно показывает искреннее отношение людей к своему делу. Отдать курки! Кажется невероятным, но этот гигант был построен всего за три года. Сроки нереальные даже по современным меркам. При этом для СССР Ленин был не только первым ледоколом, но еще и важнейшим экспериментом. На нем отрабатывалось то, что потом внедряли в новых проектах. В частности, применена уникальная установка на три ядерных реактора. Она одна обеспечивала судной энергией несколько лет. Проект оброс легендами еще до своего воплощения. Про этот ледокол я знал еще из букваря. В 1956 году у нас в букварях еще не было ледокола. Уже фотографии, ну, рисунок, как говорят сейчас, компьютерная графика уже была. Сейчас ледокол Ленин – единственный в Мурманске объект культурного значения федерального уровня. Самый популярный в регионе. За неполный 2018 год чудо советской инженерной мысли посетили уже свыше 50 тысяч человек. Игреги...